На этой неделе полицейский беспредел в США спровоцировал 170 американских майданов. В стольких городах были отмечены уличные беспорядки. Тема стала главной новостью не только в США, но и в Европе. Но, представляете, если бы по указанию нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова, скажем, его заместитель Григорий Борисович Карасин, отправился бы в Америку раздавать протестующим на улицах булки, как это делала в Киеве замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Если бы российское посольство готовило внутри США боевых блогеров, как это делали американцы, опять же, в Киеве. Если бы наши сенаторы встречались бы в знак поддержки с лидерами протеста. Если бы наши фонды помогали заморским активистам, а Россия бы потребовала вывести из Фергюсона полицейский спецназ и нацгвардию. Дико, не правда ли? Впрочем, давайте переключимся совсем на другое. Стреляя в детей и подростков, в женщин, американские полицейские вроде бы следуют инструкции, и их действия общественности представляют точными, как у роботов. Но ведь это не значит, что решения открыть огонь всегда безупречны. Часто полицейский неправильно оценивает намерения своей будущей жертвы. Вот в чем сбой. Приписанные кому-то агрессивные намерения провоцируют чрезмерное применение силы, неоправданную стрельбу на поражение. Он подумал что и стал стрелять. Сейчас много появляется таких видео, когда полицейские палят почем зря. Хотя все по инструкции. Ни один полицейский при этом за убийство в США не был осужден хотя бы символически. Ярость этой недели, среди прочего, вызвала и случаи в Кливленде. Полицию кто-то вызвал по телефону, мол, мальчик играет с пистолетом. Скорее всего, игрушечным. Так оно и было. 12-летний ребенок один играл на детской площадке. Целился в сугроб. Подъехали два полицейских. Тот, что был на пассажирском сидении, едва распахнув дверь, тут же выстрелил на поражение. Пуля попала мальчику в живот. Ребенок упал. Потом полицейский отбежал за машину и продолжил по льбу. Ребенка добили. Все по инструкции. А в другой раз 16 пуль выпустили в женщину, что за рулем случайно наехало на оградительную тумбу у Белого дома. Убили. На заднем сидении чудом живым остался маленький ребенок. Что это? Паранойя как типичная часть ментальности американского полицейского? Преувеличение угрозы и на этом основании чрезмерная реакция? Ничего не напоминает? Не кажется ли вам, что точно так же ведут себя и США в мире? Ложная оценка ситуации, преувеличенная угроза себе и США начинают войны, дикие деньги тратят на вооружение и базы по всему миру, навязанными санкциями рушат экономики своих якобы союзников, взращивают ненависть на планете, а сами готовы на немотивированную агрессию. США по-прежнему мнят себя мировым полицейским. Неверно оценивая намерения партнера, например, России, демонизируют Москву и встают в боевую стойку. Опасно вообще. Так или иначе, а вот что происходило на этой неделе внутри самих Соединенных Штатов. Нам с этой моделью демократии предлагают брать пример. Репортаж нашего САПКОРа в США Александра Христенко. В преддверии распродаж «Черной пятницы» Фергюсон устроил свой «Черный понедельник». Сто процентная скидка. Воспользовавшись массовыми волнениями, мародеры разграбили ликероводочные газеты. Протестующие сожгли два десятка зданий. Масштаб погромов можно оценить лишь с вертолета. Здания горели всю ночь. Пожарные не рискнули ехать в зону конфликта. «Идите и сожгите этот город» – так отреагировал на вердикт присяжных отчим Майкла Брауна. Жюри оправдало белого полицейского Даррена Уилсона, который 9 августа застрелил чернокожего парня. Сотни тысяч людей восприняли происшедшее как свое личное горе. Ведь подобные убийства происходят чуть ли не каждый день. В ход пошли светошумовые гранаты, слезоточивый газ. Помогло, но лишь на время. «Они окружили участок. В офицеров полиции летело все, что попадало под руку. Камни, гаечные ключи, куски асфальта, бунсерные баки и бутылки, наполненные мочой». Манифестантам удалось прорвать оцепление и поджечь несколько полицейских машин. Утром владельцы магазинов и кафе пришли на пепелище. Погромщики жгли все без разбору. Да так, что сейчас почти не определить, что было на этом месте. Вот здесь, судя по оставшейся надписи, на стене был магазин одежды. Здание восстановлению не подлежит. А рядом станция технического обслуживания. Вывеска оплавилась, крыша провалилась, внутри все выгорело, уцелели только стены. Местные СМИ заговорили о возрождении куклу Склана. После того, как неизвестные сожгли церковь, куда ходила семья Майкла Брауна. В свою очередь, члены возрожденной организации «Черные пантеры» по данным следствия намеревались убить белого шефа полиции Фергюсона и прокурора. А рядом с центральной улицей города обнаружили тело 20-летнего местного жителя Де Андре Джошуа Чернокожего. Нашли с огнестрельным ранением прямо на водительском сидении его белого пантеака. Приоритетная версия полиции – самоубийство. Родственники уверены, что дело пытаются замять. Мои родители были первой черной семьей, которая переехала в Фергюсон в 1962 году. И вот, что я скажу, это симптом того, что творится в стране. Это расовая проблема. Тот, кто думает иначе, обманывает сам себя. Объявление в местной церкви наполни свой день благодарения миром, любовью и гармонией. Сейчас это звучит как насмешка. В 50 метрах отсюда магазин, сожженный дотла. А сейчас эта лента отделяет полицейских от крайне агрессивных протестующих. Спустя полвека после юридической отмены сегрегации, разобщенности и расслоения никуда не делись. Почти 90% афроамериканцев, опрошенных социологическим центром Pure Research, заявили, что дискриминация в США до сих пор существует. Фергюсон пригород Сент-Луиса, где средние доходы у афроамериканцев в два раза ниже, чем у белых. За чертой бедности почти 38% против 15%. А вот один из самых раздражающих факторов. Полицейские в два с половиной раза чаще останавливают людей с темной кожей. Я чувствую дискриминацию каждый день. Едешь за рулем, оглядываешься, думаешь, к чему на этот раз прицепиться патрульной, чтобы меня остановить. Причина только в отношениях с полицией? Нет, это социальная и расовая проблема. И это копилось годами. И вот теперь вырвалось снаружи. Небывалая волна протеста захватила 170 американских городов. От Атлантического до Тихоокеанского побережья. От Бостона до Сиэтла. Где митингующие ворвались в один из магазинов, сорвав распродажи. В Сент-Луисе торговый центр вовсе пришлось закрыть. В богатом и политкорректном Нью-Йорке полиция демонстративно помогала протестующим перекрывать центральные магистрали. А вот в Лос-Анджелесе арестовали более 200 демонстрантов. Здесь еще помнят бунт 1992 года. Тогда, после избиения полицейскими чернокожего Родни Кинга, 50 человек были убиты, 2000 ранены, 12 тысяч арестованы. В то время подавлять волнение помогала Национальная гвардия. Вот и сейчас власти штата Миссури, не раздумывая, ввели подразделение Фергюсон. По сути армию, 2200 бойцов. Многие прошли Ирак и Афганистан. Вооружение соответствующее. Бронемашины Хамви, винтовки М-16. Не церемонилась и полиция с журналистами. Продюсеры российского видеоагентства Раптли арестовали без объяснения причин. Почему вы мешаете мне делать мою работу? Протестующим запретили стоять на одном месте. Так называемое правило пяти секунд. Иначе арест. Этот метод, который впервые опробовали во время августовских протестов, федеральный суд уже признал противоречащим Конституции. Но полицейские пошли еще дальше. Предупредили, что арестуют всех, кто откажется разойтись по домам после полуночи. О свободе слова и собраний как-то позабыли. Бунт в Фергюсоне удар по и без того слабеющему чернокожему президенту Бараку Обаме. Его призывы к мирным протестам проигнорировали. А его предвыборные обещания кардинально изменить законы в отношении иммигрантов так и остались словами. На встрече в Чикаго преимущественно с выходцами из Польши стоящие за спиной слушатели грубо перебивают президента США. Плохому президенту всегда мешает Конгресс, иронизируют республиканцы. Где он раньше был со своей реформой, когда демократы контролировали обе палаты. В мятежном Фергюсоне Обаму тоже не дождались. Мы открыты надпись краской на деревянных щитах, которыми зашили окна и двери. В таком виде вновь заработали кафе и магазины, но владельцы не спешат снимать эти защитные сооружения. Все понимают, что город может полыхнуть в любой момент.